Книга «Открытым окон», 4 том. Вопрос 1305. «Как можно избавиться или, вернее, прекратить общение с товарищем, который не принимает Слово Божие?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Избавиться проще всего «пошел вон» или «если ты не принимаешь моей веры, не переходишь к нам, пошел вон» или «поставить перед ним невыполнимые условия, послать за жар птицей, и после этого пошел вон». Вот если бы вы спросили, как такого товарища привести ко Христу, то здесь ответ включал бы в себя великий труд ваш над самим собою. Готовы ли вы к этому ответу и задаете ли такой вопрос? Поднимите руку, тогда слушайте. С этого момента вы делаетесь ответственным за товарища, который не принимает еще Слово Божие. В нашей книге «Открытым окон», том 4, вы легко найдете на это ответ. Как вам заниматься с таким товарищем? Этот материал в середине книги, и он рассказывает, как с какой группой людей заниматься, на какой стих Библии их уловить? Повторяю слова Иоанна Златоуста. Человек, который стремится приобрести душу, должен обладать тысячами талантов, а тому, кто будет крестить, не нужно ни одного, а только иметь истинное рукоположение и не быть запрещенным. Поговорите с товарищем, узнайте, или он вообще в Бога не верит, или Библию не признает за Слово Божие, или иная какая причина, но откройте указанный стиль для этой группы людей и внимательно несколько раз прочтите с ним. Труд предлежит, быть может, не на один год. Бог помощь вам добудет. Вокруг погребальное пение звучит, вокруг раздаются рыдания, и только она безмятежно лежит, ей чуждой тоска и страдания. Душа ее там, где любовь и покой, где нет ни тревог, ни волнений, где нет ни безумной печали людской, ни страстных людских наслаждений. Она отдыхает. О чем же рыдать? Пусть смолкнут на сердце страдания. И будем трудиться, бороться и ждать, пока не наступит свидание над сон 1879 год, 27 мая.